МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите общественное телевидение России. В эфире Большая страна открытия. Там, на неведомых дорожках, так мы назвали сегодняшний выпуск, в студии Павел Давыдов. Здравствуйте! В этой программе. Невидимый Петербург. Адреса, не обозначенные на карте, города на Неве. Любовное гнездышко. Чистое поле в Липецкой области, которое имеет особое значение. Ужасы в Исюганских болот. Белые пятна Сибири. В наших выпусках мы предлагаем вам разные варианты для путешествий. От похода в горы и полета на воздушных шарах до спуска под землю и приключений на воде. А вообще, согласитесь, интересно представить, с чего же начинаются размышления человека, который открывает для себя разные новые уголки большой страны. Он ищет информацию в интернете, а может, на карте выбирает точки для предстоящей поездки, которая подпадает под статус неведомой. Сегодня наши корреспонденты расскажут и покажут вам неизвестные маршруты и места, в которых, я уверен, вы побываете впервые. Словно там, на неведомых дорожках. Именно поэтому так мы и назвали сегодняшнюю программу, гостем которой будет организатор авторских маршрутов. Рад представить Андрея Шурухина из Москвы. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, сегодня с вашей помощью нам бы хотелось разобраться в технологии туристической сферы, я бы даже сказал, больше в программировании маршрутов по неизвестным местам, особенностях их создания. А вы скажите, с чего же начинается поиск тех самых неведомых дорожек? Путешествия с мечты, с путешествия, когда ты приезжаешь, начинаешь знакомиться с людьми, начинаешь знакомиться с местными. И в ходе вот этого диалога открываются какие-то вещи, которые ты не знаешь. Потому что, ну, когда ты приезжаешь в новый регион, ты его не увидишь, ты его не знаешь, ты не знаешь, куда пойти. Вроде бы есть путеводители, но это самые проторенные дорожки. Но когда ты начинаешь общаться с местными, которые там живут, И есть местные, которые настолько горят своим регионом, краем, городом, которые знают каждого человека там, знают хорошие места, знают, где вкусно поесть, где душевная компания. И что они прямо охотно делятся этой информацией? Вы знаете, да. Тот, кто реально горит этим, тот, кто хочет показать свой город, тот, кто работает в этом. Есть такие люди, их достаточно много на самом деле. И поэтому, когда я, допустим, приезжаю в какой-то регион, то первая задача – это как раз найти таких людей. Но когда вы приезжаете не как турист, а все-таки представитель турсферы, да? По-разному. Потому что все мои маршруты, они начинаются с моей мечты. То есть я понимаю, что я хочу поехать на Байкал, я хочу поехать на винодельни, посмотреть на гастрономию Краснодарского края. Я хочу поехать в Санкт-Петербург или еще куда-то. Я хочу полететь на Сахалин. Это моя мечта. Я начинаю изучать глобально это. Глобально выстраивать маршрут. Потом приезжаю туда, начинаю знакомиться с местными людьми. Прошу их отвезти меня в их любимые рестораны, заведения, показать что-то, что многие не знают. И потом вот из этого всего вырастает как раз тот маршрут, который я сам проживу, проеду, пройду. И потом уже даю возможность моим гостям тоже по нему проследовать. Ну, насколько я знаю, вы уже 18 лет занимаетесь организацией авторских маршрутов. А скажите, какой из них, как говорится, автору удался? Вам нравится больше всего и пользуется популярностью туристов? Сегодня тема энногострономических туров. Она очень развивается, она в принципе в мире развивается. Да и мы сами об этом неоднократно рассказывали. Да, да, да. И, конечно же, энногострономический туризм в Краснодарском крае, там, Ростов-на-Дону, южные регионы. Прекрасный это. Но все равно, мне кажется, это более традиционный маршрут. А если мы говорим о тех путешествиях, которые раскрывают не только потенциал города, но и его неназванные неизвестные уголки? Тогда я бы сказал про другие вещи, например, Байкал. Вот на Байкал, я готовил маршрут на Байкал несколько лет. Байкал, он огромный, 640 километров в длину. И я действительно делаю экспедицию на север Байкала. Самые заповедные, нетронутые места. И даже там, когда приезжаешь, там какая-нибудь избушка. Там живет человек зимой, летом, никакой связи, нигде. Там порой даже сотовую связь не ловят. А он там живет. При этом он может показать. Он может показать где-то там медведей. Он может показать, сводить наверх к какому-то зимовью старому, откуда открывается нереальный вид. Настолько красивый. И в то же время это в ущелье в таком находится. Такая тишина, которая режет слух. И настолько это все необычно. Настолько это трогает людей, когда они попадают. Потому что, естественно, что ни в одном путеводителе это не написано. Что ж, об этом мы продолжим разговор. А сейчас я предлагаю отправиться в город на Неве. Уверен, многие наши зрители там бывали много раз. И вы, наверное, Андрей, тоже. Но есть в этой замечательной северной столице места, которые не обозначены на карте. Улицы, которых словно не существует. О невидимом Петербурге расскажет моя коллега Наталья Липская. А затем продолжим. Давайте посмотрим. Город-легенда – город контрастов, где блистательные дворцы соседствуют с таинственными дворами-колодцами. Петербург – это не только собрание архитектурных, исторических и культурных памятников. Это город, в котором улицы могут идти вверх, арки не имеют стен, а настоящие дома-шедевры скрываются за стенами невзрачных зданий. Сегодня мы отправимся в путешествие по местам, которых нет на карте Петербурга. Но без них история города и целой страны была бы неполной. Добро пожаловать на несуществующие улицы и в забытые дворцы самого знаменитого города-невидимки. Усадьба Демидовых находится в самом центре Петербурга, на пересечении переулка Гревцова и набережной реки Мойки. Но о ее существовании не знают даже те, кто ходит по этим улицам каждый день. А ведь история семьи Демидовых, крупнейших промышленников Российской империи, основателей уральских городов и металлургической отрасли, неразрывно связана со старым особняком, скрытым на заднем дворе отделения Почты России. Сегодня попасть сюда можно только в составе экскурсионной группы. Витражи какие, мамочки! Это же вообще удивительно! Печи были, ну, естественно, они, может быть, печи-то и сохранились. Вот еще. Это одна из встреч 1914 года. Демидовы прогремели на всю Россию еще при императоре Петре I. Основоположником династии стал кузнец из Тульской губернии Никита Антуфьев. Оружение, которое смог улучшить конструкцию иностранных ружей, настолько покорил царя, что тот пожаловал ему несколько десятин земли для добычи руды и древесного угля. Никита, получивший впоследствии дворянский титул и новую фамилию Демидов, стал поставщиком железа для Адмиралтейства и Российского флота. Усадьбу на переулке Гривцова, раньше он назывался Демидовым, возвели в 1759 году. Демидовы прославились на всю Россию не только своим баснословным богатством, но и любовью к инженерным нововведениям. И, пожалуй, главным украшением усадьбы стала чугунная веранда, которая как будто рекламировала металлургический бизнес предпринимателей. Две изогнутые кружевные чугунные лестницы выводили жильцов усадьбы прямо в Яблоневый сад. На создание этой чугунной лестницы ушло несметное количество металла, и такое могли себе позволить действительно только Демидовы. Особняк, выполненный в стиле классицизма и барокко, украшен барельефами и колоннами ионического типа. Согласно легенде, в качестве образцов при изготовлении барельефов на фасаде здания архитектор использовал портреты видных представителей рода Демидовых. Демидовы жили открыто, устраивали балы, приемы, литературные салоны. А в этом строении, которое при Демидовых было деревянным, располагался первый в России кигельбан. К 1830 году знаменитый род начал угасать. Усадьбу сдали в аренду английскому клубу и петербургской консерватории. После революции в здании разместили инженерное бюро, стоявшее у истоков атомного ледоколостроения. Здание успело побывать и детским садом, и даже центром противодействию промышленному шпионажу. А теперь его занимают проектные институты. Вход для посторонних закрыт, а современная постройка полностью скрыла усадьбу и сад. И хотя фасад особняка давно потрескался, чугунная веранда покрылась ржавчиной, усадьба не потеряла своего очарования. Напротив, запущенность как будто придала ей особый шарм. От усадьбы на заднем дворе к площади Во-дворе. Самая маленькая площадь в России расположена во дворе дома номер 38 по третьей линии Васильевского острова. Официальный номерной знак синего цвета с надписью «Флигельная площадь Дом-1» и «Самая маленькая площадь России» появился здесь в 2011 году. Бытует мнение, что площадь здесь действительно существовала, причем довольно большая. Но вскоре ее застроили и превратили в обычную улицу. А кто-то решил устранить историческую несправедливость. На самом деле появление самой маленькой площади в России не более чем шутка местных жителей, которые решили занести свой двор в реестр достопримечательностей северной столицы. При этом многие петербуржцы посещают «Флигельную площадь на удачу». Самая маленькая площадь в России помогает каждому в его начинаниях, пусть даже и самых небольших. Желание можно загадывать и в световом потоке, который обрушивается на прохожих через вертикальный проем в доме номер 26 по 13 линии Васильевского острова. Здание было построено в 1877 году по заказу Совета Андреевского прихода, где благотворительное общество помощи бедным прихожанам устроило для них бесплатное жилье. Изначально здание было трехэтажным, позднее возвели четвертый и пятый этажи. Возможно, именно из-за переделки дома появился такой необычный элемент, как аркопортал. С тех пор это место овеяно ореолом таинственности. Говорят, если постоять минуту в световом столбе и загадать желание, оно непременно исполнится. Еще одна городская легенда гласит, что в лунном свете случайным путником являются мистические существа в образе кошек и ведут с путниками беседы. Для одних беседы проходят абсолютно бесследно, не оставляя даже небольшого воспоминания. Другие получают ценные советы, меняющие жизнь. И происходит все это на улице лунных кошек. В 2007 году такое название написал от руки неизвестный житель петроградской стороны. Спустя время на стене появилась уже официальная табличка с названием. На самом деле улица лунных кошек, длина которой всего 15 шагов, вовсе не улица, а проход между домом номер 77 по Каменноостровскому проспекту и домом номер 3 по набережной реки Малой Невки. Похожий топоним есть и на Новгородской улице, где расположена самая узкая, ненастоящая улица в Петербурге. Малая Новгородская. Проходя мимо по Новгородской, вы никогда не догадаетесь, что между этими двумя домами есть не то, что улица, а хотя бы проход. Несколько лет назад, когда на доме номер 16 по Новгородской улице меняли табличку, на старом указателе кто-то приписал слово «малое» и повесил между домами. С тех пор Малая Новгородская прочно закрепилась на народной карте петербургских достопримечательностей. В 2012 году по случаю 50-летнего юбилея лидера группы кино один из домов в Любанском переулке на один день изменил свой адрес. Поклонники музыкального коллектива прикрепили к стене указатель переулок Виктора Цоя «Дом 1». Несанкционированный знак быстро сняли, но спустя год уже согласие губернатора Петербурга табличка появилась снова. И хотя официальное название переулка осталось прежним для многих поклонников творчества группы кино, он навсегда стал цоевским. И не случайно именно здесь, на углу Зверинской улицы и Любанского переулка, появился сквер имени Виктора Цоя, а за углом легендарная Камчатка – угольная котельная, в которой музыкант работал в должности кочегара с осени 1986 по 1988 год. А знаете, где находится единственная вертикальная улица в мире? Тоже в Петербурге. И это улица Джона Леннона, которая по одной из версий не заканчивается никогда, а по другой ведет прямо на Клауд-Найн – седьмое небо. Основателем улицы стал легендарный Николай Иванович или просто Коля Васин – отец русской бетломании, один из известнейших петербургских коллекционеров, создатель храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона, который после смерти Коли стал музеем группы «Битлз». Все началось в далеком 64-м году, когда Коля Васин впервые услышал музыку «Битлз». Это был альбом «With the Beatles». Он не помнит конкретно, какую песню первую он услышал, что понятно, потому что он еще не был знаком с этой музыкой. Но она произвела на него такое сильное впечатление, он настолько в нее влюбился, что он всю жизнь посвятил коллекционированию всего, что с ними связано. И всю жизнь он собирал не только то, что было выпущено официально, то есть выпущены пластинки, книги, сувениры, но также и то, что было сделано собственными руками, руками Коля и его друзей. В общей сложности коллекция, которая представлена в этом доме, насчитывает более 11 тысяч предметов. Коля Васин долго боролся за то, чтобы в Петербурге появилась настоящая улица имени известного музыканта. И даже обращался в топонимическую комиссию города с предложением переименовать ради такого дела сначала улицу Марата, а затем Лиговский переулок. Но предложение отклонили. Тогда Коля взял дело в свои руки. Раздобыл табличку с названием улицы Джона Рида, поправил надпись и повесил знак улица Джона Леннона на стену во дворе арт-центра на Пушкинской, 10. Позже над аркой появились гипсовые барельефы с лицами Ливерпульской четверки, а затем и легендарная желтая подводная лодка. А совсем недавно перед входом в музей открылся настоящий портал в Лондон на улицу Эйби-Роуд, где расположена студия звукозаписи и знаменитый пешеходный переход, который послужил местом съемки для обложки винила последнего совместного альбома «Битлз». На оригинальном альбоме «Битлз» идут обратно. Вернее, было сделано шесть кадров, из них пять было вообще никуда, ни в ногу, криво-косо. А шестой кадр был гениальным. Но, правда, «Битлз» оказалось так, что они уходят. Уходят из студии, которая находится вот здесь, на фотографии, если смотреть. Они уходят в вечность, потому что это был последний их альбом. А мы на чердаке одного из домов в Ливерпуле нашли седьмую фотографию, где «Битлз» идут обратно, возвращаются в студию. Ну, кроме этой студии для новой работы, но они идут не только в студию, они также еще возвращаются и в форточку к Кулевасину, который очень их любил. Вот, для того, чтобы творить, делать новые альбомы. Еще один английский адрес расположен уже в спальном районе Петербурга и связан с не менее легендарным героем. Улица Гарри Поттера. Именно таким вымышленным наименованием некоторые жители нашего города называют улицу, реальное название которой удивит вас еще больше. Третья линия, второй половины. И хотя здесь четко прослеживается связь с волшебной платформой 9 и 3 четверти, магии на самом деле нет никакой, а есть лишь спор за наследство. Третья линия, второй половины, небольшая, всего несколько сотен метров. Улица на севере Петербурга. Она расположена в историческом районе Коломяги. Село было одним из самых живописных пригородов – патриархальным дворянским гнездом. Недаром Александр Блок, любивший совершать прогулки в этих местах, записал в своем дневнике «Какие тихие, милые осенние Коломяги». В петровские времена земли вокруг новой столицы, опустошенные войной, раздавали приближенным Петра I. Участок, ограниченный рекой Большой Невкой, Финским заливом, речками Каменкой и Черной, достался графу Астерману, фактически руководившему внешней политикой империи. Входило в этот участок и селение Келомяки. После вступления на престол Елизаветы Петровны Астерман оказался в опале. Его приговорили к смертной казни, замененной ссылкой на Урал, а землю пожаловали графу Бестужеву Рюмину. А затем имение по линии жены перешло к роду Волконских. В январе 1789 земли приобрел сын знаменитого петербургского купца-миллионера Савва Яковлева-Собакина Сергей Яковлев. После кончины Сергея Савича осталось семь дочерей. Именно для них приглашенный землемер разделил территорию Мызы и Мызинское место, на котором стояла обветшалая к тому времени усадьба Яковлева, на семь частей. Каждой части присвоили номер, и раздел земель происходил путем метания жребия. В результате деревня Коломяги оказалась разделенной по жребию на две половины. И к названиям улиц в этих частях стало добавляться уточнение. Первой половины и второй половины сохранившиеся до сих пор. Вы смотрите программу «Большая страна открытия». Далее в нашем эфире. Лермонтовское место. Чистое поле в Липецкой области имеет особый статус, о котором знают немногие. Самая большая трясина в мире. Ужасы в Исюганских болот манят путешественников. Оставайтесь с нами. Мы продолжим разговор с Андреем Шурухиным буквально через несколько минут. Вы смотрите программу «Большая страна открытия». Тема выпуска там, на неведомых дорожках. Рассказываем вам о неизвестных маршрутах и о том, как их разрабатывают. Напомни, со мной в студии организатор авторских туров Андрей Шурухин. Какой интересный и познавательный сюжет мы посмотрели из Санкт-Петербурга. Андрей, скажите, а когда вы разрабатываете свои авторские маршруты по неизвестным местам, насколько часто удается вот этот потенциал найти и, самое главное, раскрыть интригу неизвестных мест? Действительно, в каждом городе, в каждом регионе, в каждой местности, куда не приезжаешь, можно найти и отыскать какие-то такие вот условно-заповедные места. Неважно, даже если это город, даже если это большой город. И отыскать их помогают как раз местные люди. Вот это вот самая ключевая особенность вообще в авторских турах. Потому что автор – это человек, который компонует всю эту программу и показывает с другой стороны. Не как все. Но мне кажется, когда представитель туристической сферы, в частности, вы приезжаете в большой город, вы шире смотрите на все эти вещи, и вам, наверное, видно больше, чем нам, обычным путешественникам. Да, безусловно. Вот примеры приведите какие-нибудь. Мы специализируемся больше не на больших городах, мы специализируемся больше на каких-то природных локациях, на путешествиях, на тот же Байкал. Едем мимо пещеры зимой. Красивая пещера. Все туда заходят просто посмотреть или сфотографироваться на фоне. А почему в этой пещере не организовать ужин? И когда мы на закате организуем ужин, подсвечивающаяся пещера, красивые свечи и местные продукты. И получается, что человек, он приезжает туда, и он смотрит не просто на природную локацию, как достопримечательность, на которой можно сфотографироваться, а в которой можно побывать, проникнуться и насладиться еще местной кухней. Потому что кухня – это же через кухню можно постичь культуру. Как вот это все выглядит, что называется, в деле? Ведь один вопрос – это разработать маршрут, а другой – сделать его популярным. Как это происходит на практике? Вот так и происходит. Открывается карта, есть понимание, желание что-то посмотреть самому, показать, естественно, это. Дальше выбираются локации. Еду в эти локации, начинаю общаться с местными. Обязательно беру себе местного проводника. Одного, двух, трех, в зависимости. Ну, если это очень длинный маршрут, то несколько человек сопровождает, которые непосредственно в этих местах. И конкретно каждое место начинает изучаться, смотреться со всех сторон. Но этого проводника вы должны найти еще из Москвы, получается? Да, конечно. С какой-то обзвон идет? Естественно. Это большая коммуникация. То есть у меня маршрут по Байкалу, по летнему, по экспедиции, занял в подготовке два года. Ого, ничего себе. А затем этот маршрут как-то называется красиво, да, и продается? Конечно. Ага. А кроме Байкала, какие еще достопримечательности, или, может быть, регионы вас, в частности, как представители турсферы, интересуют? Сахалин. Ну, конечно, с точки зрения разработки неизвестных маршрутов. Сахалин. Я считаю, что на Камчатке большой потенциал, несмотря на то, что там вполне понятные локации, но там можно представлять их, опять-таки, в теме гастрономии. Нереально большая тема, и можно делать много событий. Можно делать событийные истории. Сейчас с ковидом проще ситуация. Можно музыкальные фестивали делать, можно задействовать музыкальные какие-то коллективы, которые тоже приезжают и тоже раскрывают концепцию места и региона. Безусловно, Краснодарский край, тема гастрономии, тема СПА, туризма, который тоже... Есть запрос на ретриты, на различные, да. Потом гастрономические те же самые туры в городах. Ведь есть... Я тоже пример приведу. Зимний Байкал. У нас остановка на мысе Половины. Это Кругобайкальская железная дорога. Очень маленький поселок. Там, не знаю, 4-5, может быть, живых домов. Вот. Задача накормить людей в этой точке, потому что дальше перевал еще 2 часа идти на снегоходах покормить. Какие варианты? Либо с собой что-то везти, либо найти местное. Оказывается, есть семья, которая там готовит очень вкусные обеды. Делают суп, пекут пирожки. Все это в прекрасном... в своем доме чистенько, все убрано и абсолютно атмосферно. Они рассказывают, как они здесь живут, чем занимаются, сколько туристов у них здесь бывает в год. А как семью-то это нашли? Через гида, который когда-то зашел... И про между прочим сказал, да? И про между прочим сказал. Вот вся вот эта история именно так образуется. А в каких регионах сложнее всего организовывать маршруты по неизвестным местам? Чем дальше, тем сложнее. Нет логистики, сложно с туристической инфраструктурой. Сейчас оно начинает появляться, слава богу. Поэтому, конечно, туристическая инфраструктура и ее развитие, оно будет раскрывать потенциал России, внутреннего туризма. И сегодня там есть все программы в рост туризма. И глэмпинги строятся, и деньги выделяются. Это большая работа. И сегодня действительно во многих регионах, там в Мурманской области, глэмпинги какие прекрасные, да, существуют. Я думаю, что это будет сейчас появляться и на Камчатке развиваться. Активно. И в Сахалинской области, и на Байкале уже тоже наши партнеры, они строят там разные глэмпинги. И я думаю, что если не в этом году, то со следующего сезона это уже тоже появится. То есть те, кто готов с рюкзаками идти, те ок. А вот те, кто больше привык уже к комфорту, конечно, это на сегодняшний день еще пока недоступно. Ну и каждый из нас хотел бы отправлять в путешествие по неизвестным местам, все-таки понимать, что это безопасно. Об этом мы продолжим разговор. А сейчас новая точка сегодняшнего необычного маршрута. Там на неведомых дорожках, напомню, тема этой программы. Так вот, впереди нас ждет еще одно уникальное место, которое с виду совсем непримечательно. И обычный турист даже не поймет, в чем особенность этой точки на карте Липецкой области. Она носит пусть и негласный, но все-таки статус. Статус Лермонтовского места. А что самое интересное, если бы не оно, то, скорее всего, мир бы и не знал такого поэта. О любовном гнездышке моя коллега Наталья Колгина. Дорога вьется темной лентой Среди бескрайних, пока пустынных просторов. Один лишь ветер летит навстречу, словно приветствуя нас в начале необыкновенного путешествия. Этот маршрут для тех, кто не ищет протаренных троп, но готов слушать, всматриваться и удивляться. Это место не обозначено на картах. И проезжая мимо, вряд ли кто-то обратит на него внимание. Только ширь полей поют птицы и тишина. Но для всех, кому дорога русская история и литература, это очень знаковая достопримечательность. Белеет парус одинокий. Люблю отчизну я, но странную любовью. Вряд ли найдется тот, кому еще со школы незнакомы эти строки. Михаил Юрьевич Лермонтов. Звезда, взошедшая сразу вслед за солнцем, Александром Сергеевичем Пушкиным. Мелькнувшая и так рано угасшая, но оставившая неизгладимый след на небосклоне русской литературы. Но какое отношение он может иметь к этому, казалось бы, совершенно пустому пригорку? Лермонтовские места нам всем известны. Тархан и Пятигорск. А здесь, кажется, нет ничего. Но это только кажется. А те, кто знает, прикрыв глаза, могут разглядеть сквозь время следы добротной барской усадьбы, дворянского гнезда старинного рода Арсеньевых, ведущего отчет своей родословной еще с 14 века от татарского мурзы Аслана Челебея. Он ушел из Золотой Орды, пришел к Дмитрию Донскому на послужение. А его старший сын Арсений, а по-татарски Юсуп, и стал основателем рода Арсеньевых. Отсюда и пошло Арсеньевы. А вот эти земли были дарованы Василию Васильевичу Арсеньеву. Говорят, что в честь владельца и было названо здешнее село Васильевским. А один из восьмерых его сыновей Михаил Арсеньев женился на представительнице еще одной знаменитой фамилии Елизавете Алексеевне Столыпиной и увез супругу в приобретенное имение Тарханы Пензенской губернии. У них родилась дочь Машенька, которой от рано ушедшего из жизни отца и достались в наследство часть Васильевских земель и крепостных. Когда Маше исполняется 18 лет, ей надо было вступить в наследство. Она со своей мамой из Тархан в ночь новогоднюю 1813 года едет в Васильевку. Здесь в настоящее время уже живет Дмитрий Васильевич Арсеньев, дядя ее. Весть о том, что приехала молодая помещица в Васильевку, разнеслась сразу по всей округе. Долетела молва и до расположенного неподалеку имения Кропотова, откуда в гости к Арсеньевым приехал сосед Юрий Петрович Лермонтов. Вот так эта земля стала свидетелем рождения сильного и прекрасного чувства. Эта дорога ведет к Барскому саду. Еще совсем недавно здесь вокруг цвела белоснежная сирень. И, возможно, именно тут прогуливались когда-то юные и влюбленные Машенька и Юрий, будущие родители великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Их помолвка стала чистой воды Мезальянса, богатая наследница и представитель благородного, но обедневшего рода. Но даже вопреки недовольству властной матери, Маша настояла на обручении, которое состоялось здесь, в Васильевском доме Арсеньевых. А благословения молодые получали под сводами Казанской усадебной церкви. Некоторые следователи уверены, что в ней же и венчались с Лермонтовой. Вот отсюда, с этой стороны, были ворота железные, кованые, кованые ворота были, вот отсюда, вот вход был, с этой стороны был. Туда входишь, там все было, я вот как помню, еще в детстве, мы детьми же сюда бегали, все было выделено мрамором белым. От былого церковного великолепия сейчас остались лишь руины. Время, судьба и люди не пощадили ни светлого чувства Лермонтовых, ни их безмолвного свидетеля. Галина Владимировна Пуршева родилась в Васильевке и до сих пор помнит, как в закрытую в советское время церковь сначала поставили лошадей, но они неожиданно провалились прямо под пол. После этого в святом месте конюшню решили закрыть и сделали амбар. В нижней части храма, где были захоронения, стали хранить свеклу. Затем и вовсе настали лихие 90-е, и сюда стали наведываться чужаки с лопатами. Безусловно, усадебная церковь богатого дворянского рода была лакомым куском для черных копателей. Там было очень много золота, у нас столько тут золота. Ну, наш Николаевский, вот Васильевский, ни один житель сюда не пришел и не копнул лопатой. А были вот из других деревень, сюда проезжали очень много. И те, кто, которые вот здесь все копали, их нет. Они кто-то утонул, кто-то разбился, кто-то повесился, их нет. Они моментально друг за другом начали уходить. Чувства, охватывающие здесь, трудно описать словами. Боль при взгляде на пустые, искалеченные ниши, в которых даже сейчас без труда угадываются следы прекрасных икон. И невольное восхищение тем величественным спокойствием, которые, несмотря ни на что, хранят эти развалины. Теперь уже вряд ли мы точно узнаем, кто из родственников Лермонтова нашел здесь свой последний приют. Ведь все тут было безжалостно разграблено, перекопано и разбросано. И все-таки одна находка буквально чудом вернулась на свое законное место. Местные мальчишки, купаясь в пруду, случайно обнаружили в нем странный камень. Вытащили, поиграли и бросили на плотину. Его нашли взрослые и тут же решили пристроить в хозяйстве. Одни утащили к себе домой, положили ее под порог, ходили, около порога у них там лежала, не буду называть фамилии, но она у них лежала. Как ступень, чтобы в дом заходить. Плиту и эту надпись на ней обнаружили учителя с местными школьниками и принесли к церкви. Так, будто весточка долетела сквозь время. Здесь покоится двоюродный дядя Михаила Лермонтова. Давно уже нет ни на земле, ни на карте усадьбы Арсеньевых и села Васильевское. Осталось от него лишь деревни с этим названием, в которой сейчас всего два постоянных жителя. Разъехались люди по соседним селам и очень боятся, что пополнит Лермонтовская колыбель скорбный список исчезнувших с карты русских деревень, как это уже случилось с соседними Дмитриевкой и Михайловкой, названной в честь деда-поэта. Но надежда жива, потому что коренные васильевцы возвращаются сюда, как дачники, строят новые дома, ухаживают местные жители и за тем, что осталось от церкви. Дорого им все, что хранит память о поэте. И потому щедро делятся они ею с теми, кто, как мы, приезжает сюда и в расположенное неподалеку еще одно дорогое сердцу всех ценителей таланта Лермонтова место. Как раз мы идем по фундаменту Лермонтовского дома. Вот, видите, камни – это все от фундамента. Мы в Кропотово. Чтобы добраться сюда от Васильевки, нужно проехать почти 60 километров. А Юрий Петрович Лермонтов ездил в гости к невесте гораздо ближе, напрямую. Сейчас уже, конечно, нет той дороги. Да и здесь, как и в прошлой точке нашего путешествия, казалось бы, нет ничего примечательного. Но стоит подключить воображение, и на пустой поляне вместо одинокого камня вырастет большой деревянный дом с мезонином. Это усадьба отца поэта Юрия Лермонтова. Отсюда, окрыленный, он летел на свидание к любимой Машеньке Васильева. Сюда вернулся убитый горем после смерти любимой жены. Одинокий, вынужденный покинуть трехлетнего сына. Таковы были условия властной бабушки поэта Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Эта земля – не мой свидетель Лермонтовской семейной драмы. Боли и счастье. Потому что, по иронии судьбы, всего несколько раз бывавший у отца юный Михаил, как и его родители, именно здесь встретил любовь. Окрыленный восторженным чувством, гостивший тут же кузине Анечке Столыпиной, Михаил, по преданию, вырезал свой вензель на растущем под окнами тополе. Лермонтову было 12 лет. Вырезанные им МЮЛ были видны на дереве по воспоминаниям старожилов до 1937 года. Но грянуло Великое Отечественное. Фашисты сожгли и Лермонтовскую усадьбу, и дома в Кропотово. Восстанавливая свое жилье, один из местных срубил Лермонтовский тополь. Стропило, вот как делают под крышу, он его туда поставил. И этот заплывший ветер был долго виден и у них, так же, как он же сухой уже. Но этот, наверное, в 90-е годы этот дом сгорел. Но ни война, ни огонь не смогли до конца уничтожить свидетели юной любви поэта. Из пня выросли сразу пять новых стволов. А сейчас местные жители, как зеницу ока, берегут вот этот новый крошечный тополек. Помнят, как Миша Лермонтов пробегал здесь поутру и эти старые вязаные усадебные аллеи. Давно нету старинного Лермонтовского дома и усадьбы. Но осталась вот эта красота. Речка Любашовка. Именно в ней купался маленький Миша Лермонтов. За этой рекой видны следы короткого пути на Васильевку. А напротив еще одна, тоже Лермонтовская, но очень грустная дорога. По этой самой дороге из Кропотова на Шипова несли Юрия Петровича Лермонтова к месту его последнего упокоения. Расстояние здесь более двух верст. Однако крестьяне не везли тело барина на повозке, а несли на своих руках. Они его очень любили и таким образом отдавали последние почести. Мы не могли обойти в своем маршруте бывшее сельцо Шипова, или, как называют его сейчас на местный манер, Шипова. Домов в нем уже не осталось, село исчезло с карты. Но сохранились развалины храма во имя Успения Пресвятой Богородицы. Возле него первоначально, до перезахоронения в Тарханах, был погребен отец Михаила Юрьевича Лермонтова. Местные жители отговаривали нас от этой поездки, ведь начался дождь, а размытый, один из участков полевой, ведущий в Шипово дороги, может в любой момент стать, мягко говоря, непроезжим. Но мы решились и не пожалели. Даже в такую погоду храм и все, что вокруг него, прекрасны. Щемящее чувство светлой, непередаваемой грусти. Наверное, что-то похожее испытывал и сам поэт. Лермонтовы так и не воссоединились при жизни. Но именно отец первым заметил дар Михаила и в своем завещании писал, «Ты одарен способностями ума, не пренебрегай ими. Это талант, в котором ты должен будешь дать отчет Богу». Однако, пока мы предавались размышлениям, в планы нашего путешествия вмешалась стихия. Нас заливает дождь, а из Ефремова, говорят, идет шквальный ливень. Поэтому нам нужно как можно быстрее выбраться отсюда. Иначе, если дорогу размоет, то шанса практически не останется. А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Мы бури не просили и благополучно из нее выбрались. Хоть и не без волнений, поэтому всем советуем выбирать для этого маршрута теплые и погожие дни, без дождя, от которого мы укрылись в Лукьяновке. Дело в том, что в самой деревне Кропотова-Лермонтова постоянных жителей, как и в Васильевке, почти не осталось. Здесь, здешние энтузиасты делают все, чтобы возродить ее, как место отдыха. А в соседней Лукьяновке в школе работает музей. Ребята – настоящие экскурсоводы. Несколько лет назад тут появился памятник и сквер. И пусть война и время разрушили его родовую усадьбу, поэт живет здесь у каждого в памяти и сердце. А значит, любой путешественник без труда отыщет лермонтовские места. Без всякой карты. Вы смотрите программу «Большая страна открытия». Со мной в этой студии организатор авторских маршрутов Андрей Шурухин. Говорим о неизвестных местах и о том, как же они появляются в туристической базе. Андрей, а сколько нужно времени на создание, планирование и далее по списку маршрутов в неизвестные места? Год, два, пять, десять лет? По-разному. Конечно, опять-таки, зависит от удаленности, от транспортной доступности, от того, насколько это нужно готовить заранее, какая сезонность. Если брать более доступные городские локации, то это может быть и месяц, может быть и два, если приехать прямо туда и максимально уделить этому внимание. Иногда, кстати говоря, бывают у меня такие истории, как вот, знаете, бета-программирование. То, что вы говорили. Бывает бета-программа, когда разработана и дается потестить. Вот в первой бывает такое, что важно, на самом деле это очень важно, когда ты собрал структуру программы своей, и дальше ты приглашаешь уже гостей, но которые с тобой уже ездили, ты даешь минимальную цену, и ты вместе с ними едешь тоже как гость и смотришь. Этот путь проходит. Да, да. И смотришь, как гости реагируют на, там, на гида, на ту или иную локацию, на достопримечательности. Как они, там, смотрят на водителя машины, которая их, в конце концов, везет, потому что обычно это долгие переезды, где-то связанные с, там, из одной точки в другую. То есть в этот момент происходит корректировка туров, да? Которые вы фактически тестируете на ваших знакомых или уже на конкретных туристах. Да. А вот скажите, в вашей работе, когда вы составляете маршруты по неизвестным местам, что сегодня ей не хватает? Вот что нужно улучшить для того, чтобы таких маршрутов в нашей большой стране было больше и больше? Логистика, инфраструктура. Вот это будет, если это будет развиваться, да. Потому что в некоторые регионы очень сложно добраться. Скажу, у меня родной дядя занимается рыболовными турами. И, там, север Сахалина он делает, и тоже речки, которые, мне кажется, на карте не всегда можно найти. Он отыскивает точно так же, ездит туда, смотрит сам на рыбалку, очень любит рыбу ловить. Ездит в Арктику нашу, но туда добраться вертолетами. То есть это надо заказать вертолет и долететь. Не каждому рядовому туристу под силу такие бюджеты. Поэтому, если будет логистика, если будут там малая авиация или там железнодорожные сообщения, хотя бы до каких-то точек, то, конечно, это все очень сильно упростит и даст возможность большему количеству людей посещать нашу огромную большую страну. Андрей, личный вопрос. Почему тур-сфера, почему именно такое направление деятельности для себя выбрали? Мечты. Мечты. Возможность увидеть новое, пережить новый опыт, расширить границу сознания. Вот, наверное, вот это вот все. И возможность поделиться с другими теми же самыми классными, пережитыми, нереальными вот этими вот эмоциями. Я думаю, что у вас еще будет возможность поделиться с другими, с нашими зрителями, советами. В частности, турфирм очень много. Многие предлагают поездки по неизвестным маршрутам. Да и блогеры частным образом тоже здесь всячески способствуют. Но вот среди этого многообразия найти алмаз очень сложно. Какой совет дадите нашим зрителям? Как выбрать из всего этого великолепия все-таки изумруд? Ну, здесь советов несколько. Первое, это, безусловно, посмотреть сайт, посмотреть социальные сети. И когда вы понимаете, что вы хотите приехать в конкретную локацию, вы смотрите сайт организатора. Если там все достаточно четко написано, красиво выглядит. То есть в путешествиях всегда много мелочей, и они очень важны. Поэтому если визуальная картинка уже хорошая, это значит, что человек подошел серьезно к вопросу. Дальше нужно обязательно познакомиться, позвонить, чтобы рассказали по программе. Что это за программа, все ли забронировано, какое количество людей. Как понять, что тот или иной маршрут безопасен? Это, наверное, такой, один из самых ключевых вопросов. Безопасность на маршруте, на самом деле, это опыт организатора. Тогда за 18 лет много чего случалось, много что приходилось проживать. И естественно, что сегодня, когда выстраивается там логистика, особенно в каких-то труднодоступных регионах, или где погода может сильно меняться, или какие-то форс-мажорные факторы могут происходить, естественно, что есть не просто маршрут точка А, точка Б, а еще есть маршрут точка А, С, В, Д, Г. Это, которые на альтернативу. Если вдруг непогода, шторм, не знаю, еще что-то, есть всегда запасной вариант. Назовите один регион, куда вам хочется возвращаться снова и снова. Ой, Россия. Отличный ответ, спасибо большое. И огромная благодарность за то, что сегодня погрузили нас в эту туристическую кухню. Рассказали об особенностях создания маршрутов по неизвестным местам, которые словно из фильма сказки там, на неведомых дорожках. Я благодарю вас. Спасибо вам тоже. А мы продолжаем, и впереди нас ждет еще одно место, которое не только неведомое, но еще и опасное. Так что оставайтесь с нами. Остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно. Это цитата из рассказа Конан Дойля. И с этой фразой готова поспорить наш корреспондент Мария Черешнева. В компании смельчаков она отправилась в очень коварное место. Это самую большую трясину в мире. Сейчас вы увидите все ужасы в Исюганских болот. И это тоже часть маршрута, о котором можно сказать там, на неведомых дорожках. Эти рощи у кромки болотной пустоши – последние островки жизни. Отсюда Исюган разливается на десятки тысяч квадратных километров. Дальше нет ничего, кроме вязких мхов, холодной воды и туч гнуса. Безжизненные топи, коварные и неприветливые. Седьмой час утра. На трассе пусто. Группа экскурсантов едет из Новосибирска в Томскую область, чтобы впервые ступить на топкую почву Васюгана. Впереди еще четыре часа дороги. Автор тура Вячеслав Карманов за минувший месяц сводил на болото уже две группы. И сейчас везет третью. Есть ученые, которые занимаются изучением болот, болотоведы. И на Васюганске топи делаются экскурсии именно в рамках изучения болот, то есть в основном для иностранцев. Но, тем не менее, это очень интересный и необычный природный объект, в который в основном люди-то попадают довольно редко. Посетила мысль, а почему бы не сделать болото доступными просто для рядовых граждан. И так появилась идея создания маршрута, во время которого можно посмотреть Васюганские топи во всей красе. Не только посмотреть, но и разгадать некоторые тайны гигантского болота, ответить для себя на ряд вопросов и ощутить, насколько огромна эта трясина. Болотоведы чаще передвигаются здесь на гусеничной технике с ветерком. Экскурсантам предстоит пеший переход. Прежде чем отправиться в путь, осваивают болотники – мягкие и высокие резиновые сапоги. На ноге их крепят несколькими застежками, а потом дополнительно фиксируют ремнями. Без такой обувки в топях делать нечего. Почти четыре часа предстоит брести по колено в трясине. Запасли и на комарнике. Над болотом уже поднимается комарьё. Васюганские болота, а правильнее говорить о них во множественном числе, это целый комплекс очень разных, непохожих друг на друга, безлюдных территорий. Это самое большое верховое болото в мире. Тысячи гигантских и крошечных озёр, трясины и топи хранят более 400 кубических километров воды. Колоссальные запасы. 53 тысячи квадратных километров пустоши и топи заходят на территории Новосибирской, Томской, Омской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Внушительная площадь. Васюганские болота немногим меньше Хорватии и значительно превосходят по квадратным километрам Швейцарию. При этом болото продолжает расти, расползается и растекается вширь. Только за последние 500 лет оно увеличилось больше, чем вдвое. И это не предел. И первый вопрос, ответ на который ищут путешественники, почему болото растёт. Первый этап дорога через лес мог бы показаться самым простым. Ну что такого? В болотниках можно не бояться ни змей, ни клещей, которые здесь водятся. Но внутри лес оказывается гораздо коварнее, чем он выглядит с дороги. Каждый шаг нужно серьёзно обдумывать. Топкая почва, на которую ступили путешественники, это гигантские залежи плотного мха, говоря по-научному, сфагнума. Именно он, стремительно разрастаясь, сравнивает с землёй всё, что встречает на пути – леса и озёра. И болота медленно, но необратимо растут вширь. И здесь невольно возникает второй вопрос – насколько это плохо? А, целый баррикет, вообще красота. Он поглощает углекислый газ, выделяет кислород. Это такая кислородная батарейка. Действительно, болотные топи будто дышат, выделяют метан и поглощают углекислый газ. На болоте оборудовали несколько исследовательских станций. Так можно сказать, установили большие стеклянные камеры, где-то размером метр на метр на метр, в общем, кубический метр такой, стеклянные камеры с газоанализаторами. Эти исследования позволили доказать, что болото является большим-большим природным фильтром. Огромным просто. Они очищают планету от вредных газов, потому что поглощение СО2 превалирует над выделением метана. Тем временем группа движется дальше, вглубь тундры. На самом деле становится немного не по себе, когда понимаешь, что идешь не по твердой земле, и под тобой два метра не меньше топкого мха. Здесь вообще нельзя доверять своим глазам. Любая дружелюбная, на первый взгляд, полянка – на самом деле самое коварное и глубокое место. Как раз до такого бывшего озера и добрела группа. Измеряем глубину водоема. Глубоко. Люди устали, идут медленнее, а ведь нужно успеть до сумерек. Страшнее всего оказаться на болоте в ночь. В конце экспедиции самое сложное – это даже не общая физическая усталость, а очень странное ощущение, когда не понимаешь расстояния. Пейзажи вокруг одинаковые. Цель – вышка ЛЭП – видна где-то там впереди. Но до нее еще нужно дойти. Единственное, чего может не бояться заплутавший путник, так это жажды. Болотную воду можно пить. В ней нет ни пользы, ни вреда. Это чистейший H2O без примесей. Экскурсанты пьют прямо из луж смело и не брезгую, а не пугает даже характерный торфяной коричневый цвет. Для того, чтобы поддерживать силы в процессе похода, с собой берут максимально легкие и питательные запасы провизии. Маршрут непредсказуем, как таковой тропы – нет. Точки, до которой нужно было бы добрести – тоже. Есть только примерный вектор движения – что туда, что обратно. И вернуться точно тем же путем маловероятно. В результате меня поразили краски. Это настоящая цветотерапия, потому что столько оттенков зеленого, охры. Я сама из мест, где у нас болото было, но оно было такое все, прям просто трава и вот это вот тина черная. А здесь это какой-то ковер. Это, правда, другое измерение. До встречи и удачи! Редактор субтитров А.Семкин